Всем привет! Сегодня продолжаем делать гитару. В прошлом выпуске мы изготовили корпус и заготовку грифа с лицевой стороны, а сегодня по плану доделать гриф, сделать звукосниматели и прочую фурнитуру. Начнем с грифа. Для изготовления тыльной стороны заготовку необходимо перевернуть. Чтобы остаться в тех же координатах для позиционирования будем использовать мелкие шканты. Можно было обойтись четырьмя, но я сделал шесть, много не мало. Перед тем как фрезеровать профиль грифа нужно сделать выборку для крепления грифа к корпусу гитары. Делаю все осторожно, без больших подач и съемов за проход. Для фрезеровки профиля грифа будем использовать фрезу-морковку для 3D обработки. Радиус кончика фрезы 0,25 мм. Процесс длительный, но это проще, чем вручную. Признаться честно, изначально я хотел просто взять напильничек и сформировать тыльную сторону. Но это уж совсем как-то не спортивно и даже глупо. Уклон головы грифа с обратной стороны мне было лениво считать под 3D обработку и я решил применить другой способ. Прежде всего нужно убрать ненужную часть заготовки и здесь снова пригодится ручной лобзик. Как видите контур в принципе сформирован. Его можно использовать для того, чтобы посадить гриф в импровизированную оправку, если можно ее так назвать, и срезать заднюю часть параллельно плоскости головы. Закрепить заготовку пришлось опять колхозно, но по-другому не придумал как. После того, как достигнута нужная толщина, можно подготовить отверстие диаметром 1 мм под колковый механизм. Предварительно гриф готов и к нему мы вернемся чуть позже, а сейчас займемся фурнитурой. Для изготовления колков я решил использовать комбинированный токарно-фрезерный способ. Кому интересны подробности такой токарной обработки, в описании оставлю ссылку на выпуск посвященный этому. Колки будем делать из латунного прутка диаметром 4 мм. Думаю, что здесь пояснение излишне и можно просто позалипать. Таких заготовок нужно сделать 7 штук. Сразу пока станок настроен, сделаем из заготовки ручек регуляторов тембра и громкости. Для этого потребуется использовать другую конфигурацию установки резца. Чтобы довести колки до своего окончательного вида, я изготовил вот такие тиски. В них будем зажимать заготовки колков и доводить с помощью фрезеровки. Получилось вроде похоже, по крайней мере я так себе это и представлял. Аналогично поступим и с ручками регуляторов. А теперь можно заняться колковым механизмом. На вид он будет почти как настоящий, но к сожалению статичный, без возможности регулировать натяжение струн. Перед фрезеровкой закрашу латунь черным маркером, чтобы было видно что происходит. Для обработки детали с обратной стороны я подготовил посадочное отверстие. Вставляем заготовку и режем обратную сторону, имитируя корпус механизма. Здесь мне снова пригодилась фреза диаметром 0,5 мм. Механизм начинает приобретать задуманные очертания, но для полноты картины не хватает отверстий для вставки струн и посадочных мест под колки. На всякий случай я решил дополнительно закрепить заготовку. Немного просчитался с диаметром, колки входят слишком свободно, поэтому придется воспользоваться клеем, но об этом попозже. Дальше займемся звукоснимателями. Я подумал что черное дерево отлично подойдет для их основы. Отверстия для элементов сердечника делаю твердосплавным сверлом диаметром 0,8 мм. После каждого отверстия приходится чистить сверло, на него видимо налипает смола и стружка. Выемки для намотки катушек фрезерую специальной фрезой для Т-образных пазов. Ссылки на используемые фрезы я оставлю в описании. До конца пока что не срезаю, так удобнее будет работать с заготовками. Я долго искал подходящий материал для элементов сердечника и в закромах нашел резисторы, выводы которых как раз имеют диаметр 0,8 мм. Ножки я не срезал до конца, а лишь немного укоротил, поэтому акт вандализма состоялся не в полной мере. Катушки звукоснимателей намотаем тонким проводом, если не ошибаюсь его диаметр 0,2 мм. И снова наш старый знакомый, ручной лобзик. Вот такие вот сеймеры дунканы получились. Фурнитура готова. За кадром я доделал некоторые детали, например нижние и верхние порожки для струн, думаю нет необходимости пояснять, как они изготовлены. Сейчас соберем колковый механизм. Колки я приклею в силиконовый герметик, чтобы при необходимости можно было повернуть их под нужным углом. А пока механизм сохнет, займемся верхним порожком. Перед вклеиванием грифа придется поработать напильником и придать нужную форму корпусу. Конечно же можно было это осуществить 3D фрезеровкой, но тут каждый сам решает как лучше поступить. Вы наверное заметили, что гриф тоже нуждается в доработке. Я пожалуй сделаю это тоже в ручном режиме. Кстати, держите лайфхак. У вашей жены или подруги наверняка есть вот такие пилки для ногтей. Незаметно стащите себе, обязательно пригодится. Очень удобно использовать и по дереву и по цветному металлу. Все, можно вклеивать гриф, обратного пути уже нет. Слегка зафиксирую струбциной. А дальше выходим на финишную прямую и начинаем окончательную сборку. Все детали я сажу на быстросохнущий клей. Не знаю как вам, а мне очень понравилось как получился колковый механизм. Субтитры сделал DimaTorzok И снова лайфхак. Вместе с пилочкой стащите еще гель-лак и ультрафиолетовую лампу. Перед засветкой нужно обязательно убрать излишки лака. А как лак затвердеет, можно немного отшлифовать. В качестве струн я предполагал использовать леску разных диаметров. Но в местных магазинах выбор оказался скудным и пришлось использовать один диаметром 0,15 мм. Чтобы не завязывать узелки на струнах, воспользуемся зажигалкой. Шарик должен получиться диаметром около 1 мм. Струны придется натягивать вручную. И конечно же ни о какой музыкальной настройке речи быть не может. Вообще занятия не для слабонервных, скажу я вам и хорошо, что струн всего 7. Субтитры сделал DimaTorzok Я не стал оставлять хвосты, без них мне больше нравится. А теперь думаю вы ждете того же чего и я. Надо попробовать извлечь хотя бы какие-то звуки. Для этого я закреплю гитару на банке акустической гитары и прикреплю дополнительный микрофон. Ни пальцы, ни медиатор использовать не получится, поэтому буду зажимать струны и дергать их зубочистками. Да, чуть не забыл, рокерские атрибуты. Так точно получится что-то сыграть. Ну вот, эксперимент можно считать успешным. Модель гитары вполне себе получилась. Пока еще не знаю чем займусь дальше, а на сегодня у меня все. Всем спасибо и пока.